Друзья, всех приветствую! Вы на канале АМФ ФИЛМС. Наверное, все знают куклу Чаки, Аннабель и куклу из фильма «Мёртвая тишина». А сегодня мы познакомим вас с новой куклой-убийцей. У микрофона поправляющийся Марк, и это пересказ кинофильма Чарли... Эээ... Финли. Просто Чарли хотелось. Фильм начинается с того, как компания друзей заезжает в новый дом и решает обследовать чердак. Там они находят заколоченный ящик, в котором лежит обмотанная цепью кукла по имени Финли. А Алекс очень востревожена находкой и предлагает друзьям не трогать ничего. Но Крис уверяет её, что это всего лишь кукла, и он всегда мечтал стать череповещателем. В конце концов, они решают куклу оставить на чердаке в ящике. Ночью Дженни просыпается, услышав звук на чердаке. К ней присоединяется Крис, держа в руки биту. После того, как с чердака донёсся грохот, Крис решает проверить чердак, пока Дженни и Алекс ждут его в комнате. Спустя некоторое время парень показывает мышь, считая её виновником ночного беспокойства. А Алекс и Крис ложатся снова в кровать, пока Дженни идёт в свою комнату. Когда она легла в свою кровать, её сбудоражил звук падающей цепи, и она видит сидящую на кресле куклу Финли. Девушку это не сильно смущает, и она просто выставляет куклу за дверь. Ну да. На следующее утро, во время завтрака на столе с блинчиками, сидит кукла Финли. После непредложительного разговора, Крис уходит на работу, оставив девушек одних в квартире. Дженни выставляет на стол кухонные приборы, на которые Финли положил свой глаз. Видимо, эта кукла задумала что-то нехорошее. Дженни видит, что кукла пропала со стола, и думает, что это Алекс над ней шутит. Когда она приносит постерные вещи в комнату, за её спиной оказывается Финли с ножом в руках. Ей удаётся справиться с обидчиком, благодаря хорошему удару ногой, которую кукла не ожидала. После этого Финли берёт постер и решает расправиться с Алекс, который находится в это время в ванной. После этого Алекс звонит Крису и просит приехать домой. Когда Крис приезжает домой, его замечает Финли и решает расправиться хотя бы с ним. Для этого он берёт биту и встаёт на лестнице, чтобы убить Криса. Но кукла промахивается, и опять неудачная попытка убийства. Нас переносит на три месяца спустя. Как мы понимаем, друзья смирились с живой куклой и живут с ними в одном доме. Алекс режет овощи, и Финли наблюдает за ней. Вдруг кукла решает подсыпать мышьяк в еду. После этого, когда Крис садится в машину, Финли оказывается на заднем сиденье. Следующая попытка Финли расправиться с людьми, но его смертоносная ловушка снова терпит крах. Друзья в компании с куклой Финли играют шарады. Крис показывает куклу-убийцу с ножом. Девушки думают, что это Чаки, но парень подмечает, что он промахивается, и друзья единогласно отгадывают, что это Финли. Расстроенный Финли решается на ещё одну попытку убийства и берёт газовый баллончик. Он нападает на девушку, но кукла-убийца опять не выходит. Как-то навредить этим людям. В следующей сцене Финли закрепил арбалет за спиной Криса и с помощью нитки активировал эту смертоносную ловушку. Из комнаты раздаётся крик, и Финли думает, что ему наконец-то удалось убить хоть кого-то из этих... друзей. Но придя на место преступления, он видит, что компания кричит на кота, так как тот нагадил на ковёр. А ловушка Финли не сработала. Он слышит, как друзья отчитывают кошку и хотят её наказать. Но так как смертоносная кукла-убийца подружилась с котом, то Финли берёт вино на себя. Расстроенный Финли прощается с кошкой и возвращается на чердак, в свою коробку. Финли так сильно грустит, что он даже начинает плакать. Ночью в дом врываются грабители и оглушает Криса и связывают девушек. Всё это слышит Финли и спускается проверить. Вдруг он видит связанных друзей, и один из грабителей наставляет оружие на кошку. Финли в бешенстве решает разобраться. Пока один из грабителей решает развлечься с девушкой, другой проверяет чердак в доме. Мы видим, как на чердаке Финли замаскировался среди других игрушек. Вдруг под ноги грабителя выкатываются шарики, и мужчина попадает в ловушку. Финли удаётся убить грабителя, и кукла очень довольна. После чего Финли кошмарит последнего грабителя и расправляется с ним. Спустя некоторое время друзья дарят Финли подарок, и совместно с ним пьют молочный коктейль. Как вдруг компания замечает странный вкус. Оказывается, Финли что-то подмешал в их напиток. А что именно? Пишите свои догадки в комментариях. Действительно, очень страшная кукла. Но от вас, друзья, мы ждём, как всегда, большие пальцы вверх, подписку на канал. И, конечно же, пишите комментарии и свои догадки, что ж там подсыпал наш Финли. Смотрите смешные фильмы вместе с АМФ ФИЛМС. Мира вам и добра! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!